Привет, мои дорогие! Я рада видеть вас на канале Мама Может. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом, который я использую для того, чтобы замариновать на зиму огурчики. Вообще, я совершенно не ем малосольные огурцы, не очень люблю солёные, но вот маринованные огурчики, это моя слабость. И чем они кислее, острее и хрустяще, тем больше я их обожаю. Я пользуюсь не самым простым способом маринации, но и далеко не самым сложным. Потому что, как вы знаете, я довольно ленивый человек и всегда стараюсь находить какие-то простые решения. Да, этот рецепт не максимально простой, но огурчики, которые получаются при помощи этого рецепта, они стоят потраченного времени и сил. Хотя, в принципе, для тех, кто из года в год уже много лет делает различные заготовки, в этом рецепте не будет вообще ничего сложного. А если, конечно же, вы совершенно не умеете готовить и никогда ничего в жизни не готовили, то я думаю, что вы тоже справитесь. Ну что же, если вам интересно, то продолжайте смотреть. Первым делом я слегка обрабатываю банки паром. Делаю это просто поставив их в мультиварку на режим готовка на пару. Пока обрабатываются банки и крышки, необходимо подобрать огурчики примерно одного размера и тщательно их вымыть, срезая хвостики. Итак, я подготовила вот такое количество огурчиков, которого мне должно хватить на 6 литровых баночек. Огурчики я предпочитаю брать небольшого размера, так как я считаю, что маленькие огурцы получаются более сочные, более хрустящие и с наиболее ярко выраженным вкусом. Кстати, уже опробовано и проверено, что колючие огурчики по какой-то причине получаются гораздо вкуснее и хрустящие, чем гладкие, так что имейте это в виду. В подготовленной банке у меня обработалось пока только 2, нужно положить на дно зонтик укропа вместе со стебельком. Для удобства я сворачиваю его в кольцо, затем к зонтику можно добавить по веточке свежего укропа. Бросаю в каждую баночку по 3-4 зубчика очищенного чеснока. Добавляю по 1 или 2 листочка смородины и кладу в банки 1-2 лавровых листика. Далее немного горошин перца и небольшую щепотку семян горчицы. Плотно закрываю все банки крышечками и начинаю варить рассол. Я взяла 2 литра воды, так как у меня маленькая кастрюлька, но если варить рассол в один заход, нужно примерно 4 литра воды на 6 банок. Добавляю в кипящую воду зонтик укропа вместе со стебельками, горсть просто наломанных укропных стебельков, перец горошком, несколько смородиновых листочков и даем этому зелью повариться 5-10 минут. На данном этапе в рассол добавлять больше ничего не нужно. Пока готовится рассол, я раскладываю все огурчики по банкам, при желании можно добавить еще пару зубчиков чеснока и теперь в каждую баночку заливаю получившийся рассол. Плотно закрываю все банки крышечками и даю постоять 10 минут. По истечении этого времени рассол из банок сливаю в ту же самую кастрюльку, в которой он собственно и готовился. На каждый литр воды я добавляю по 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки соли. У меня здесь 1,5 литра, поэтому я добавила 3 ложки того и 3 ложки другого. Также на каждый литр воды нужно добавить полстакана уксуса. Я люблю покислее, поэтому на свои 1,5 литра добавила стакан. Вам добавлять уксус в таком количестве совершенно не обязательно. Даю рассолу покипеть 5 минут и разливаю его по баночкам. Плотно закручиваю крышки и переворачиваю банки до полного их остывания. Огурчики можно открывать и пробовать уже через 3 дня. Ну вот и все. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Мне было бы очень приятно, если бы вы все-таки попробовали приготовить огурчики. Хотя бы одну маленькую баночку по этому рецепту и рассказать, что у вас получилось, понравилось вам или нет. Также, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментарии. На этом у меня все. Я надеюсь увидеться с вами в следующем видео. Всем спасибо и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok